Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Вы знаете, я не думаю, вот, думаю... Хотел сказать, не кажется ли вам, что нам становится труднее и труднее общаться друг с другом? В каком смысле? Вот мне иногда кажется, что нам даже уже трудно говорить друг с другом. Ну, вы спросите, почему? Потому что мы с вами уже очень много знаем. Вот трудно общаться друг с другом, потому что мы все знаем. Простите, нам даже о погоде трудно поговорить, потому что все знают погоду. И у каждого есть в телефоне приложение, которое разобьет нам погоду по часам. Нам трудно говорить о политике, потому что мы с вами в совершенстве знаем, что происходит в Испании, Великобритании, в Мексике, во всех концах света. Трудно говорить о науке, потому что мы все с вами знаем. Трудно говорить о религии, потому что мы все с вами знаем. Но с другой стороны, я думаю, вы замечаете, что это вот такие вот какие-то знания, которые нас с вами, к сожалению, не сделали глубокими людьми. Зная многое, мы с вами остаемся поверхностными людьми. Именно поэтому нам трудно общаться. Нам практически не о чем поговорить друг с другом. Вы знаете, братья и сестры, мне кажется, очень скоро, ну я глубоко верю в это, мы с вами устанем. Устанем от этого шума информации, устанем от Инстаграма, Фейсбука, Одноклассников, Ютьюба. Мы с вами скоро от этого устанем. Невозможно от этого не устать. И вот тогда настанет очень интересное время, когда мы с вами снова будем учиться. Учиться уходить в себя. Учиться уходить в себя, учиться одиночеству, просто побыть самим собой, побыть одному. Вот именно тогда, может быть и только тогда, наши с вами мысли, они будут глубокими. Нам нужно скоро будет с вами прятаться от мира, чтобы остаться одному. Тогда мысли наши с вами, они станут тонкими. И тогда у нас появится вот эта вот глубина, степенность и, скорее всего, спокойствие. Когда мы научимся с вами это делать, а вы знаете, почему я об этом говорю? В Священном Писании есть один очень интересный текст, с которого хотел бы начать сегодня. Это послание к Галатам. Простите, послание к Колосинам, 2 глава, 1-2 стиха. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею ради вас и ради тех, которые владики и Иераполи, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Оказывается, братья и сестры, вот еще апостол Павел жил, нес служение, а для того, чтобы люди, которым он нес служение, они могли познавать. И познавать не обширное знание, не шум Инстаграма, Фейсбуков и всего остального, Ютьюбов, опознание тайны Бога, Отца и Христа. Вы можете себе представить, что вот Павел пишет, что вот именно ради этого у меня подвиг. То есть его жизнь похожа на подвиг, ради того, чтобы у людей была возможность познавать вот эту вот тайну Бога, Отца и Христа. Вот здесь мы с вами становимся глубокими людьми, когда познаем тайну. Ну, познавать тайну не очень легко, не всегда легко. Конечно, нам намного удобнее и комфортнее смотреть за людьми, которые познают тайну. Сколько было таких людей, которые познавали тайну, путешественники, которые готовы были пуститься в сложные, страшные и опасные пути и часто теряли жизни, чтобы узнать, а что там за океаном. Ученые, которые проводят бесконечные часы за компьютером, за телескопом, за чем-нибудь, а чтобы узнать, а что же там за пределами Вселенной. Люди, которые посвящают свою жизнь медицине и проводят многие-многие часы вот этой вот работы, узнать тайну болезни человека или, правильнее сказать, тайну здоровья человека. Братья и сестры, а сколько было таких людей, которые размышляли о тайне Бога? Это осталось на страницах их книг, которые они писали, но сегодня мы с вами к этому, наверное, еще не готовы. Не готовы и трудно читать Августина, исповедь Августина, потому что она написана в форме молитвы. Это молитва человека к Богу. Трудно читать другие вот эти вот древние книги, вот которые прожили века, их сегодня еще читают. Знаете, мне кажется, нам даже с вами трудно представить, что кто-то когда-то пытался дать определение Богу. Вот вы можете себе представить, были люди, которые, ну, проводили, не знаю, годы своей жизни, чтобы вывести определение Бога. Вот хотел бы начать с такого определения Бога. В 11 веке жил и трудился очень известный христианский ученый. Его звали Ансельм. Вы знаете, в то время не было у людей фамилий, и обычно людей знали либо по месту рождения, либо по месту, где проходила деятельность человека. Так вот, Ансельма знают и по месту его рождения, потому что он родился в Италии, в городе Аосты. А свою жизнь и служение он провел в Англии, в городе Кентерберри. То есть его знают как Ансельм из Аосты или как Ансельм из Кентерберри. Очень известным, вот на протяжении многих лет пользуется его очень мудрое, глубокое, но очень простое определение Бога. Так вот, этот человек сказал вот в то время следующее. Итак, определение Бога. Бог – это то, выше чего нельзя помыслить. Это то, выше чего нельзя помыслить. Вот как представлял для себя Бога этот человек. Он понимал, что Бог живет в нашем разуме, но живет таким образом, что наш разум ограничен что-то представить себе выше Бога. Вот такой простой его вывод. А Бог – это то, выше чего вы ничего не можете помыслить. Знаете, это живет, это живет в веках. Итак, Бог – это совершенное, вечное первоначало, дух, из которого исходит все существующее, которым все поддерживается и которому все когда-то вернется. Бог – это совершенный дух, из которого исходит все существующее, которым все поддерживается и которому когда-то все вернется. Бог – это основа всего сущего. Поэтому Священное Писание говорит, что Бог не просто существует, как существуют люди или животные. Библия говорит, что Бог есть. Он не существует, братья и сестры, Он есть. И этим Он сильно отличается о нас с вами. Ну, возникает вопрос, как мы с вами, люди, можем что-то узнать о таком Боге, выше которого ничто нельзя помыслить? Узнать, какой Бог, можно только в той мере, в которой Бог пожелал открыть Себя людям, и только из того источника, который Он Сам дал человеку. То есть мы с вами о Боге узнаем из Священного Писания, из книги Библии. Итак, Библия дает нам представление о Боге. А именно, Писание дает нам представление о свойствах Бога. То есть, как Библия открывает для нас с вами Бога? Она показывает нам Его качества, она показывает нам Его свойства. Слабое отражение совершенств Бога, отражение в земных человеческих понятиях, или очень упрощенная информация о Боге, упрощенная до такой степени, чтобы люди смогли хотя бы отчасти познать Бога. Ну, у каждого взрослого человека у нас с вами есть документ, который как-то удостоверяет нашу с вами личность. Здесь, в нашей стране, это водительские права или удостоверение личности. На этом документе у каждого из нас очень коротко отмечены основные данные владельца. Есть дата нашего рождения, есть рост, цвет глаз и наш с вами пол. Это характеристики, по которым можно с вами узнать о нас. Это качества, характеристики, которые определяют некоторые качества владельца. То есть что-то похожее в Священном Писании мы с вами находим о Боге. Итак, свойства Бога, или их иногда называют атрибуты Бога. Свойства Бога, или их иногда называют атрибуты Бога, это качества или неизменные характеристики Бога. Вот такие качества, которые не могут быть приобретены Богом или уже потерянным. Внутренние, они принадлежат самой природе Бога. Поэтому при изучении истины о Боге появляется первоочередная задача. Задача, которая состоит в том, чтобы развить правильное понимание о свойствах Бога и о Его атрибутах. То есть очень важно знать правильно о качествах Бога и о Его атрибутах. И это есть один из основных способов получить последовательное понимание того, кем является Бог. Так вот, если читать Священное Писание, которое говорит нам о Боге, а именно говорит о Его качествах, то вот эти вот качества о качествах Бога говорят с двух сторон. То есть первые категории говорят, что есть внутренние свойства или внутренние качества Бога. Ну, это качества, которые характеризуют Его величие, силу и власть. Такие качества, как вездесущность, всеведение и всемогущество. Но, кроме этого, у Бога есть еще и нравственные качества. Это то, что характеризует Его как личность, святость, любовь и милосердие. Ну, или эти же характеристики можно объяснить в другом ракурсе или в других отношениях. Переходные качества. То есть некоторые атрибуты Бога могут быть переданы Его творению. То есть некоторые из своих качеств Бог передает людям, отдает своему творение. Но есть и непереходные качества, то есть такие качества, которые нельзя передать другому. Таким образом, если мы когда-то с вами услышим такой вот вопрос, или сами зададим этот вопрос, спросим вопрос, может ли Бог создать другого Бога? Мы очень спокойно ответим нет. Это невозможно. А потому что даже Бог не может передать определенные характеристики своего существа. Если бы Бог создал другого Бога, то результатом было бы творение. Творение по определению оно не имеет основных качеств Бога. Независимость, вечность и неизменность. А, братья-сёстры, когда Священное Писание говорит нам о Боге, оно показывает Его не просто как идею, как философии или как в науке, а не просто идея, а передает как сущность. То есть Бог – это действительность, в которой заключается или пребывают качества и атрибуты. Ну вот если вот говорить о Боге, вот самое первое, что можно сказать, или самое важное, или самое нужное, что нужно сказать о Боге? Ну, хотелось бы мне отметить следующее. Бог является не материальной сущностью, а духовной сущностью. Давайте слово некоторые библейские тексты. Вторая заповедь из десяти. Очень интересный запрет. Не делай себе кумира и никакого изображения. То есть заповедь говорит – не делай себе изображений Бога. Не делай себе никаких изваяний Бога, никаких идолов. Не делай. Еще один очень интересный текст – это слова Господа Иисуса Христа. К женщине, с которой он беседовал, около колодца, он сказал следующие слова. «Бог есть дух». То есть Священное Писание очень ясно подчеркивает, что Бог обладает духовной сущностью. То есть если Бог есть дух, то он нематериален. И, соответственно, он не имеет тела. Именно поэтому вторая заповедь запрещает изготовление кумиров и изображений Бога. Потому что заповедь основана на бестелесной природе Бога. То есть у Бога нет тела. Бог – это дух. Очень ясно говорит Священное Писание. На этом основаны многочисленные заповеди, направленные против идола поклонства. Ну, человек отличается от Бога в этом смысле. Отличается тем, что наш с вами ограниченный дух живет в теле. Священное Писание говорит о Боге, что Всевышний не живет в храме. То есть у Бога нет тела, у Бога нет дома. Бог – это духовная природа. Возникает вопрос. Как же тогда относиться ко многим библейским текстам, которые представляют Бога, словно у Него имеются определенные части тела? Допустим, вот такие вот слова псалмопевцев. «Небеса – дело рук твоих». То есть почему же псалмопевец тогда говорит, что у Бога есть руки? Или почему, когда мы читаем об Адаме и Еве, написано, что Бог ходил в раю во время прохлады дня? То есть неужели у Него есть тело, у Него есть ноги? Вы знаете, вот уподобление Бога человеку или представление Бога в человеческом образе имеет следующее название – антропомофизм. Прошу вас не бояться этих слов. Они очень нужны с вами. От греческого «человек» и «образ». То есть это символические образы, которые помогают представить себе Бога действительным. Образы, которые выражают Его различные интересы, силы и деятельность. То есть почему Библия говорит о том, что у Него есть руки? Для того, чтобы нам с вами было понятно. Почему Библия говорит о том, что Бог ходит в раю? Для того, чтобы мы могли увидеть, познать Бога действенным. А Бог есть Дух. И именно поэтому для нас мы с вами не видим. Не только потому, что мы с вами грешники, мы не можем видеть Бога, но Бог – это Дух, и поэтому Он не видим. Вы знаете, после явления Бога на горе Синай, Моисей очень убедительно подчеркивает – помните, помните, что вы не видели никакого образа. Моисей пытался это напомнить людям. Бог говорил об этом Моисею. Апостолян говорит – Бога не видел никто никогда. Не один раз Павел называет Бога невидимым, которого никто из людей не видел и не может видеть. Читая Священное Писание, мы с вами вновь торопимся спросить, как же тогда относиться к тем местам Писания, которые говорят, что люди все-таки видели Бога? Или как относиться к местам Писания, которые говорят, что люди когда-то увидят Бога? Но в этих случаях мы с вами опять должны отметить, что Дух способен проявлять себя в видимом образе. Дух способен проявлять себя в видимом образе. Ну, так было при крещении Иисуса, когда Дух Святой сошел в форме голубя. Поэтому люди, когда видели Бога, они, скорее всего, увидели отражение славы Бога, но сущность Бога увидеть невозможно. Если вы помните этот известный текст о Моисее, где он просит Бога, яви мне славу свою, то есть, и вот он увидел Бога сзади, как написано, то есть, это было отражение славы Бога. То есть, временами, когда это необходимо, Бог являлся людям в видимом образе. Образ, который люди могли вместить в своё сознание. То есть, Господь сходит к нашим с вами представлениям и привычным понятиям, то есть, он пользуется человеческими терминами, чтобы нам хотя бы отчасти понять Его. Но теперь совсем немного о Его качествах. Мы начнём с непереходных или внутренних качеств Бога, качества, которые не касаются нравственности. Что Библия говорит о Боге? Вот такое вот очень важное качество Бога, как вездесущность. Что значит Бог вездесущный? Ну, вездесущный – это тот, который присутствует в одно и то же время повсюду. Ну, может быть, как-то трудно об этом говорить, но есть библейский текст, который очень-очень близкий для нас с вами. Пророк Иеремий. Слова Бога. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы Его?» Говорит Господь, не наполняю ли я небо и землю? То есть, в пророках мы с вами читаем, Бог говорит, я наполняю небо и землю. Очень любимый нами с вами 138-й псалом. «Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу?» На небе ты, в преисподней ты. То есть, Бог присутствует в одно и то же время везде, повсюду. Вы знаете, следует различать, очень важно различать Бога и природу. То есть, если Бог присутствует везде, Он не слился с природой. Следует различать Творца и Творение. И еще очень важно понимать, что Бог не перемещается во Вселенной, чтобы быть доступным своему Творению. В разных местах Он уже присутствует везде, и не существует места, где Бога нет. Вы знаете, вот это вот учение о том, что Бог присутствует везде, является очень большим утешением. Ведь это источник утешения для верующего. Потому что Бог для нас с вами доступен во всяком месте. Для верующего человека Бог доступен во всяком месте. Помните, Христос сказал своим апостолам, «Вот я с вами во все дни до скончания века». С другой стороны, это учение как предостережение. Дело в том, что несмотря на то, чтобы не принимал человек, грешник не может убежать от Бога. Нет такого расстояния, которое удалило бы человека от Бога. Нет такой тьмы, которая покрыла бы человека от Бога. Нет твари сокровенной от Него, говорит Священное Писание. Наша с вами совесть очень часто останавливает нас именно так. Ты Бог, видящий меня. Итак, обвездесущий Бог. Следующее – всеведение. Вот очень часто, когда это слово звучит на русском языке, его очень легко спутать. То есть всеведение связано не с тем, что Бог видит, а с тем, что Бог знает. То есть очень хорошее русское слово – ведение. То есть это глубокое знание. Ну, проповедь имеет тот же самый корень – ведать. Совесть – тот же самый корень – ведать. То есть всеведение – это Бог бесконечен в своем познании. То есть Он знает все в совершенстве, Он знает от вечности самого себя, Он знает все остальные вещи, совершались ли они в прошлом, совершаются ли они в настоящем или будут совершаться они в будущем. Он все знает непосредственно, все знает в одно и то же время, исчерпывающим образом, и все знает истинно. Вот что Библия говорит нам с вами о Боге. То есть Ему сегодня не нужно получать дополнительную информацию от кого-либо. Ему не нужно пересматривать свои решения по той причине, чтобы появилось что-то новое, чего Бог не знал. Мы хорошо знаем, как всеведение опять утешало Давида. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе». Апостол Иоанн говорит нам о том, что Бог больше нашего сердца и знает все. Или Господь говорил своим ученикам, что у вас и волосы на голове все сочтены, то есть Бог все знает. А для чего Богу нужно это знание? Вот, допустим, в нашей с вами жизни. Потому что Бог искренно ищет возможности участвовать в нашей с вами жизни, в жизни своего творения. А именно Бог ищет такую возможность усовершить нас с вами в святости. Бог работает над нашей с вами жизнью, и Он знает, как сделать это лучше. И Он выбирает для этого соответствующие средства. Следующее качество Бога – это всемогущество. Бог всемогущ и силен совершить, что бы Он ни пожелал. Но вот здесь важно опять отметить, что есть светское понимание всемогущества, которое обозначает, может сделать все, что захочет. А к Богу такое определение не подходит. Почему? А дело в том, что Его воля ограничивается Его совершенной природой. Воля Бога ограничивается Его совершенной природой. Бог в состоянии совершить лишь то, что находится в гармонии с Его совершенствами. Заметим, священное Писание ясно подчеркивает, что существуют такие вещи, которые Бог не в состоянии совершить, потому что они противны Его божественной природе. Допустим, Он не может смотреть с благоволением на беззаконие. Бог не может отречься с себя, говорит священное Писание. Бог не может лгать. Бог не может искушать грехом или самому быть искушаемым грехом. То есть, есть вещи, которые Бог не может делать. Далее, Он не может совершать абсурдных вещей или вещей, которые противоречат сами себе. Например, Он не может превратить материю в дух. Камень Бог не может сделать чувствительным. Квадрат Бог не может сделать круглым. И зло не может превратить в добро. Все это не является предметами Его силы и не указывает на предмет всемогущества Божьего. Еще очень важно отметить, что всемогущество Бога заключает в себя силу самоограничения. Быть всемогущим – это значит уметь ограничить себя. Вот представьте себя на месте Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Ведь в Его распоряжении было больше, чем 12 тысяч легионов ангелов. Как бы вы поступили, когда приближалась к вам опасность, имея в своем распоряжении 12 тысяч легионов ангелов, всемогущество Бога обязательно подчеркивает силу самоограничения. Вы знаете, Бог ограничивает себя, даровав свободу, свободную волю своему творению. То есть, когда Бог дал свободную волю человеку, этим Он ограничил себя. Бог ограничивает себя, когда не устраняет грех из вселенной. Бог долго терпит, говорит священное описание. То есть, Он устранил грех из вселенной проявлениями своей силы и власти. И именно поэтому Он спасает многих грешников. Вы знаете, верующие неоднократно призываются к тому, чтобы довериться Богу в своем жизненном хождении. Помните-ка, интересно, научил нас с вами Яков. Научил говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Многие тексты Писания, многие истории очень знакомые, близкие для нас с вами истории, говорят о всемогуществе Бога. Рождение Исаака от Сары в таком возрасте, когда рождение детей невозможно. Воскресение мертвых, когда жил Господь Иисус Христос, или другое воскресение мертвых, которое мы с вами ожидаем. Еще одно качество Бога – это неизменность. То есть, Бог не меняется в своей сущности и в своих атрибутах. Он не меняется в своем сознании и в своей воле. А почему? Дело в том, что любые изменения, они так или иначе должны приводить к чему-то либо лучшему, либо к худшему. То есть, мы с вами меняемся либо к лучшему, либо к худшему. Но Бог не может измениться к лучшему, потому что Он абсолютно совершен. По этой же причине Он не может измениться к худшему, потому что Он совершен. То есть, Бог не может быть более мудрым, более святым, более справедливым или более милосердным. Бог не может быть более истинным. Вот по этим причинам. Знаете, иногда мы с вами вот как-то говорим и этим допускаем ошибку. Не думаю, что большая ошибка, но все-таки, если хотите немножко чистить свои правильные понимания, то вот это следует учитывать. Иногда мы с вами говорим людям, что Бог вас так сильно любит. Дело в том, что Бог не может любить сильно или бессильно. Бог не может любить много или мало. Бог любит в совершенстве. То есть, если Он не меняется, то любовь Его, она уже совершенна. Мудрость Его совершенна. И милосердие Его совершенна. Вот тексты Писания, которые говорят об этом. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно нисходят свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени перемены». Но опять, если мы с вами читаем Священное Писание, у нас вдруг появляется вопрос. Как же тогда понимать вот эти библейские тексты, которые говорят нам о том, что Бог меняется? Ну, допустим, Бог определил, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. Покаялись люди, и Бог отменяет свое решение. Таким образом, Библия говорит о Боге, что Он вступает в отношения между людьми, которые постоянно меняются. То есть, Бог не меняется, но отношение Бога к человеку, оно меняется. Получается, с одной стороны, о Боге написано, что Он никогда не раскаивается, но с другой стороны, написано, Он раскаивается. Почему раскаивается в том смысле, что изменяет свое отношение к человеку и образу своего поведения? Меняется тогда, когда человек обращается от зла и обращается к добру или наоборот. Поэтому, опираясь на неизменность Бога, можно понять его верность. И Писание говорит, что верен Бог, верен, призывающий вас, который и сотворит это. Но это то, что касается природных качеств Бога. А следующее – это нравственные переходные качества Бога. Мы с вами отметили, что это такие качества, которые Бог передает, или они переходят к Его творению. Но опять, откуда мы с вами это знаем? Один очень интересный библейский текст из послания к Ефесиным. Призыв апостола Павла. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. То есть Священное Писание призывает верующего человека подражать Богу. То есть мы с вами можем подражать Богу только в том случае, если у Бога есть такие качества, которые мы способны отобразить. Поэтому этот текст предполагает, что Бог обладает определенными атрибутами, которые Он может передавать нам. Итак, первый из этих атрибутов или качеств – это святость. Ну, что такое святость? Это опять особая черта божественной природы, которая выделяет Бога в совершенно исключительную категорию. Когда мы думаем, говорим о Боге, очень важно понимать, что Он совсем не такой, как мы. Совсем не такой, как мы. Об этом говорит его качество святости. Ну, святость Бога – это Его абсолютная нравственная чистота. И в равной мере то, что Он обособлен от всякого нравственного зла и греха. Между прочим, вот в этих нравственных качествах Бога святость занимает преимущественное место. Преимущественное место в нравственных качествах Бога занимает святость. святость – это именно тот атрибут, именно то качество, с помощью которого Бог хотел, чтобы быть известным в ветхозаветные времена. Если вы помните очень яркую иллюстрацию, это введение пророка Исаия в 6 главе, где вот этим вот божественным образом он попал в присутствие Бога. Он увидел херувимов, которые восклицали «Свят, свят, свят, Господь Савов». То есть святость – это именно то качество, именно тот атрибут, с помощью которого Бог хотел быть известным в ветхозаветние времена. Между прочим, святость Бога – это преграда, которая не допускает к Нему что-либо нечистое. Бог свят, и поэтому от человека Он требует святости. «Будьте святы предо Мною, ибо я свят», – говорит Господь. Вот эта вот святость Бога, она особенно подчеркивалась тогда, когда вокруг горы Синай были определены пределы, за которую человек не мог перейти. Святость Бога подчеркивается разделением скинии и храма на святилище и святое святых. Святость Бога подчеркивается жертвоприношениями, которые необходимо было приносить, если человек хотел приблизиться к Богу. Святость Бога подчеркивается священством в Ветхом Завете, ведь священник – это был посредник между Богом и народом. То есть для человека нет прямого доступа к Богу, потому что человек грешен, а Бог свят. Вот на основе того, что Бог свят, следует понимать три очень важные вещи. Между грешником и Богом существует глубокая пропасть. Между грешником и Богом существует глубокая пропасть. И не только грешник удален от Бога, но и Бог удален от грешника. До того, как появился грех, человек и Бог общались друг с другом. Но теперь это общение нарушено и невозможно. Следующее. Человек может приближаться к Богу. Грешный человек может приближаться к Богу, но в силу заслуг другого. Сами к Богу мы приблизиться не можем, потому что мы с вами не обладаем безгрешностью. А безгрешность, именно безгрешность – это непременное условие доступа к Богу. Поэтому Писание говорит о Господе Иисусе Христе, что Он дал нам доступ к Богу. То есть благодаря Христу, благодаря заслугам Христа у нас с вами появился доступ к Богу. Именно в святости Бога заключается основание для искупления. То, что требует святость Бога, предусмотрело Его любовь. Следующее, братья и сестры, мы с вами должны приближаться к Богу с благоговением и страхом. Если мы с вами думаем, что Бог, которому мы приближались к благоговением и страхам, это Бог Веткого Завета, это не так. В Новом Завете апостол Павел говорит, Господь наш есть огонь поедающий. Священное Писание призывает сегодня верующих приближаться к Богу с благоговением и страхом. Между прочим, если опять говорить о пророке Исаии, можно понять, что именно правильный взгляд на святость Божию приводит к правильному пониманию греховного «я». Помните, когда Исаий был в присутствии Бога, когда он увидел этих херувимов, которые говорили «свят, свят, свят Господь Саваоф». Помните самое первое, что он сказал? Он сказал «погиб я, грешен я». То есть, вы знаете, когда человек оказался в присутствии Бога и понял святость Бога, вот почему-то других людей вокруг него не оказалось. Не было грешного народа, который отступил от Бога. Не было грешных людей, которые отвергли Бога. Он остался только один. То есть, правильный взгляд на святость Бога понимает нам правильно понимать себя. Если сейчас мы с вами очень много осуждаем других людей, скорее всего, никогда не были в присутствии святого Бога. Помните апостол Петр, когда Христос в его лодке, они поймали, был большой улов рыбы, помните, он склонился и сказал «Господи, уйди от меня, потому что я человек грешный». Окажись мы с вами в присутствии Бога, братья и сестры, никого бы другого не заметили, кроме себя. Ничьих грехов мы бы с вами не знали, кроме своих грехов. Смирение, раскаяние, исповедание вытекают из библейского взгляда на святость Бога. То есть это основное из нравственных качеств Бога. Праведность и справедливость. Это то, что вытекает из святости Бога. Ну, праведность Бога – это правильные взаимоотношения. Праведность – это правильные взаимоотношения. Ну, в каком смысле? Посмотрите, вот Бог именно из-за своей природы сотворил человека так и подчинил человека справедливым законам. То есть у праведного Бога есть справедливые законы. Поскольку есть справедливые законы, Бог требует от человека исполнения этих законов. То есть праведность – это правильное отношение. Праведность Бога – это правильное отношение. В каком смысле? То есть есть и есть закон, и вы его нарушили. Бог накажет нас. В этом праведность Бога, в том, что Он наказывает за непослушание. Но праведность, вы знаете, она обратно подчеркивается еще и тем, что возможен путь к Богу через заместительную жертву. Если мы с вами не смогли исполнить закон, появился Христос, который этот закон исполнил. Но праведность Бога, она осталась в силе. То есть весь его гнев пал на Бога. Справедливость требует наказания грешника. Но справедливость Бога, она удовлетворяется заместительной жертвой Иисуса Христа. Хорошо? И еще одно – это благость Бога. Ну, благость – это уже несколько качеств, которые входят в это понимание. Благость Бога – это, скорее всего, вы знаете, какое-то представление об идеальной личности. И когда говорят о благости Бога, подчеркивают вот эти вот качества – любовь, милосердие и благодать. Что такое благость Бога? Это коллекция качеств – любовь, милосердие и благодать. Скорее всего, вот именно в этом смысле Христос разговаривал с молодым юношей, когда Он спросил, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Итак, любовь Божия. Ну, вы замечаете, братья и сестры, что в Священном Писании любовь Бога – это не основное Его качество. Основное качество Бога, нравственное качество Бога, мы с вами отметили, это святость. А любовь – это тоже важное, но не основное качество Бога. И опять, когда мы пытаемся как-то делать разделение, очень важно понимать, что Бог не делится на части. То есть, как-то вот Библия говорит нам, с одной стороны, что есть то, что можно увидеть отдельно, но с другой стороны, Бог не делится на части. То есть, Бог – это одно целое. А любовь Божья – это совершенство природы Бога, которое побуждает Его. То есть, почему Бог сегодня делает шаги к человеку? Потому что у Него есть любовь. Это любовь, которая побуждает Его вступать в связь с человеком. А Его любовь не так, как у нас, вы знаете, какой-то эмоциональный импульс, а вот такая вот добровольная привязанность. Иногда эта любовь подчеркивается, знаете, чем? Тем, что Он печалится за грехи Своего народа. То есть, когда Бог печалится за грехи Своего народа, это проявление Его любви. А Писание часто свидетельствует о любви Бога. Оно говорит о Боге, как о Боге любви. И провозглашает Его, как любовь. Поэтому Божья любовь – это чувство Отца к своим детям, которое побуждает Его обеспечивать благо для них, независимо от их заслуг, богатства или даже духовного состояния. Опять вот уверенность в том, что Бог любит нас с вами, является источником утешения для верующего человека. То есть, любящий Бог не остается бесчувственным по отношению к верующему человеку, к своим детям. Милосердие Божье. Ну, милосердие Божье – это Его благость, которую Он проявляет по отношению к тем, которые находятся в страданиях или несчастьях. То есть, милосердие – это благость, которую Бог проявляет по отношению к тем, которые находятся в страданиях и несчастьях. Сострадание, жалость, нежность – это другие названия в Писании, которые практически определяют одно и то же. То есть милосердие Бога является вечным, необходимым качеством Бога. То есть вот такой вот у нас с вами Бог, любящий и милосердный. Вот некоторые тексты Писания. Бог, Павел говорит, богатый милостью. Опять апостол Яков говорит, весьма милосерд и сострадателен. Петр говорит о том, что Бог обладает великой милостью. Именно выражение о милости Бога очень часто употребляется в приветствиях и благословениях. Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость и мир. Очень часто мы подчеркиваем именно качество Бога в приветствии друг к другу. Следующая благодать. Ну, благодать Божия – это тоже благость Божия, которую Бог проявляет по отношению к тому, кто заслуживает наказание. Но если благодать снисходит грешному человеку, то милость снисходит к несчастному и достойному сожалению. То есть в этом вот развлечение между милосердием и благодатью. И опять еще написание говорит о славе, благодати Бога, о призабильном богатстве, благодати Бога и о многоразличной благодати Бога. Таким образом, вот такой вот у нас с вами Бог. Всемогущий, вездесущий, тот, который все знает. С другой стороны, он проявляет себя как личность святой, любящий, милосердный и Бог, у которого есть благодать. Ну, Священное Писание говорит о том, что поистине наш Бог непостижим. Именно Павел восклицает у бездна, богатства, премудрости и ведения Божьего. Как непостижимы судьбы Его, неследимы пути Его. И во все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки, Павел говорит. Знаете, ну давайте подумаем о следующем перед нашей с вами молитвой. Вот если сегодня есть очень известные люди, как сегодня мы с вами относимся к очень известным людям? Ну, один из героев нашего времени, Стив Джобс. Очень много говорят об этом человеке, человек, который как-то повлиял на развитие технологий очень сильно, не только в нашей стране, но и по всему миру, да, друзья. Вот когда мы сегодня говорим об известных людях, что говорят? Ну, люди обычно хвалят, не так ли? Вы знаете, мы хвалим преуспевающих людей. Но я думаю, вы с вами должны понимать, что Бог намного выше, чем человек. И каждый из нас с вами абсолютно зависит от Него. Каждый из нас с вами обязан Ему каждым своим вздохом. Человек, простите за это слово, должен благодарить Бога. Он наш Творец, а мы Его творение. Он заслуживает не только нашей благодарности, но и нашего с вами послушания. Аминь.